Итак, Георгий Протапов, как правильно? Крайзис Алерт и Космосним Керу. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Здравствуйте, друзья. Я очень рад здесь побывать. Спасибо Теплице, что она организовывает замечательные мероприятия. Как всегда, как-то быстро очень. И не успеваешь иногда собраться с мыслями. Поэтому я собирался с ними сегодня утром в том числе. И хотел предложить вам для презентации тему, над которой мы сейчас работаем. И в том числе для себя понять, где здесь краудсорсинг, где здесь, который является темой вообще всего данного мероприятия. И применим ли он для решения тех задач, которые мы перед собой ставим. Проблема, которую мы хотим решить, и которая выяснилась в… Я вообще занимаюсь по жизни уже довольно давно мониторингом и созданием информационных систем для агрегации, анализа и доставки данных мониторинга. Это сенсорные данные. Вот то, о чем говорил Гриша Осмолов. Данные в основном со спутниковых сенсоров. Мы научаемся работать и с метеоданными тоже. То есть это автоматизированные системы наблюдения, некий удаленный мониторинг. И вот в процессе работы с этими данными, такими довольно точными приборными данными, физическими, об окружающей среде, мы поняли, что есть еще много данных, которые являются интерпретацией событий. Это данные в медиа, в соцсетях. И эти данные как-то хочется подцепить и проанализировать вместе с данными мониторинга. И мы поставили перед собой такую задачу. И в том числе вот из этой, одной из этих задач родился наш новый стартап. Мы агрегировать эти данные, как-то автоматически их обработать, сделать машинно читаемыми, в том числе для вот этих информационных систем, чтобы объединить с данными мониторинга. Поэтому такая вот тема доклада. Данные по кризисным ситуациям, которые есть в медиа. Проблема с медиа-контентом в том, что когда происходят крупные кризисные масштабы ЧС-ситуации, его действительно много, но он довольно бестолковый с точки зрения использования его в машинных автоматизированных системах. Это проблема с тем, что у этого медиа-контента, как правило, отсутствует геолокация в виде каких-то там… Как правило, это наиболее распространенный формат передачи медиа-контента — это RSS. А там GeoRSS, который содержит координаты, point с координатами, он почему-то отсутствует в медиа напрочь. И то есть это такой вопрос стандартов, который может решаться еще бесконечно долгое время. Потом сложность консолидации этого с данными реального мониторинга, она как бы отбирает возможность анализа медиа-внимания в контексте реальных масштабов физического события. То есть, например, если это пожар или наводнение, мы не знаем, о каком масштабе, реальном масштабе события идет речь в СМИ. У нас есть какие-то косвенные данные, которые интерпретируют СМИ, но мы не видим реальный масштаб события. Поэтому мы пытаемся отображать эти фиды, медиа-фиды на карте. Сейчас я покажу. Ну и вторая проблема в том, что агрегаторы новостные, которые существуют, Google, Яндекс, они эту информацию собирают, но они ее никаким образом не классифицируют. Они ее агрегируют в сюжеты по темам, но приоритет этой информации, фильтрацию этой информации с их помощью вы обеспечить не можете. Это создает огромный поток информации в масштабах какого-то крупного ЧС и какого-то крупного инфоповода, в котором вам очень сложно ориентироваться, в котором вы грозитесь потонуть. Поэтому мы поставили перед собой такие задачи. Выделить событийный контекст из всего этого медиа безумного потока, выделить географический контекст и классифицировать. Я надеюсь, что могут быть для одной из этих задач быть применимы в том числе кроссорсинговые механизмы. Про классификацию как раз говорил Гриша Осмола в своем докладе обзорном. В итоге событийный географический контекст дает вам возможность собрать этот медиа-контент и с помощью экстракции, с помощью получения, извлечения фактов о местоположении отобразить все эти новости на карте, например, на какой-то основе пространственной. Конкретно сейчас это нашло применение в… Вот другой пример. Это совмещение данных, событийный контекст, совмещение данных. Я не настаиваю вообще на этих терминах, событийный какой-то. Я вот не теоретик совсем. Мне просто не хватает научной базы какой-то, подогнанной под ту тему, которую я вам освещаю. Возможно, что стоит как раз более четко определить эту терминологию, и больше поработать над некой научной базой, которой, например, хватает в классическом краудсорсинге. Но для таких задач я ничего подобного не нахожу. Вот другой пример. Это фид с USGS, с геологической службы США, которая мониторит землетрясения по всему миру на основе данных сейсмографов. Дальше эти данные объединяются в базу данных. Мы можем эту базу отобразить на карте. Мы можем также найти все новости по землетрясениям за какой-то ограниченный период времени и на ту же самую карту. Интересна просто вот такая картина для примера, что некоторые новости более-менее коррелируют с географическим распространением землетрясений. Это новости за очень короткий период времени. Другой пример – это карта пожаров, где сейчас используется как раз новостной фид, который таким образом машинно обработан через геолокацию, извлечение геолокации, извлечение классов, анализа классов новостей. Вот буквально вчерашняя новость, которая поступила из Бурятии. И эту новость я нахожу на карте. Почему это важно, на мой взгляд, может быть? Давайте вот о чем я хотел бы подумать вместе с вами в рамках, может быть, хакатона. Для чего это применимо? Например, мы все знаем о том, что есть какие-то региональные СМИ, которые пишут новости касающиеся местного контекста событий. И они лучше знают этот контекст. Но мы-то сами их не читаем. Кто из вас знает, это я цитирую агентство, но, к сожалению, тут не указал ссылку, какой-то Усть-Агн или какой-то, как-то я первый раз слышал на такое название. Вы наверняка его тоже не знаете. Вы привыкли, что есть там какой-то ресурс любимый для чтения, в который должны попадать все самые важные новости. Вот о таких региональных новостях вы через этот ресурс не узнаете. Но, тем не менее, если эта новость является экстренной, она заслуживает вашего внимания. Возможно, вы, пока я тут рассуждаю, уже успели прочесть. То есть жители села сообщают о том, что их поселок находится в огне. Это действительно подтверждается данными мониторинга. Мы видим на карте огненное кольцо. Мы видим, что эта проблема совершенно реальна, и что на нее не реагируют местные власти. Там, в Бурятии, вообще сейчас происходит какая-то полная неразбериха, и, видимо, разложение какой-то существующих ведомственной политики. Мы не видим отражения этой информации вообще на сайте МЧС. Почему? Нет ответа. Значит, да, вот другой кейс, который я хотел привести. Это была сделана попытка. Я просто проделал попытку взять какой-то инфоповод и с помощью вот этих вот технологий его преобразовать в некое картографическое приложение. Это были протесты дальнобойщиков, которые шли наиболее активно в конце 2015 года. И этот кейс, мы собрали данные с новостных источников и подключили туда также и твиттер. В твиттере было очень много информации с хэштегом, антиплатон. Потом мы предложили эту карту для проекта антиплатон.инфо. Был такой сайт, в котором как раз освещались протесты дальнобойщиков. Это был информационный сайт, и здесь как раз, на мой взгляд, было правильно делегировать им вот эту задачу донесения этого до аудитории. То есть наша задача была бы технологическая, мой план был такой, агрегирование, создание этой карты. У них была своя карта, но она пополнялась вручную. И там было очень мало информации, потому что редакторы сайта антиплатон, какие-то там люди активные, активисты, они просто не успевали вручную, назовите это краудсорсингом или не назовите, они просто не успевали обеспечить тот поток информации, обработать, который шел в то время по этой горячей теме. Сейчас, к сожалению, сайт закрыт, ничего на нем уже не работает. Взят, просто появляется строчка с какими-то извинениями о том, что сайт закрыт по организационным и техническим причинам. Что касается классификации, для чего это вообще нужно? У вас есть огромный поток информации, в котором все темы могут показаться важны, но вы реально не понимаете этих приоритетов. Вам надо прочитать новость, чтобы для себя ее проанализировать, понять, в какой приоритет она попадает. Кроме того, в эти агрегаторы попадает много информации офф-топ. И вот, чтобы отфильтровать эту офф-топ информацию и чтобы приоритизировать контент, вам нужно его классифицировать, вам нужно его разбить на классы, например, по степени emergency. Все, о чем говорил Осмолов, это все классификация по типу, по семантике, по содержанию. То есть есть там, например, наводнения, или пожары, или там боеприпасы, или лагеря, или что-то еще. И у вас рисуются соответствующие значки на карте. Есть. А я говорю просто об абстрактном, вот, медиа, море медиа информации, и вы придумываете некоторую модель, которая позволяет вам из этой информации извлечь emergency news, извлечь, отфильтровать офф-топ, разложить какие-то возможные другие классы, построить такие вектора, говоря более технически. И эта модель более универсальная. Для такой легенды о классификации, о которой говорил Гриша, вам нужно каждый раз сочинять эту легенду классификации, модель вы можете применять достаточно универсально, и потом сверху нее уже использовать какие-то надстроечные легенды, классификации по каким-то своим собственным типам. Вот пример легенды. То есть мы, например, классифицируем новости о военных и коммунитарных конфликтах. Мы выбираем класс наиболее emergency, класс какой-то просто угроз, класс позитивных новостей, так скажем. И вот эта же модель, суть нашей идеи в том, что такая модель может использоваться для очень большого объема новостей по кризисным тематикам. Технологии, которые за этим всем стоят, это RSS, про которую я говорил, Twitter, API, с которым я не очень люблю, и не очень ему доверяю. Но тем не менее, другого нет. Был когда-то проект Twitter Alerts. Я даже в какой-то момент нашел своего одноклассника, который работает в Твиттере, написал ему. Он меня свел с этими Twitter Alerts, выяснил, что проект уже заморожен за это время. В общем, прекрасный проект. По-моему, дураки они, что это его убили. Используется Machine Learning Based вот этот вот парсер новостей, который парсит новости и классифицирует их. Используется некая модель, которую мы планируем улучшать. Используется GIS и для карт, Leaflet Maps. Тоже более-менее все знают, разработчики, что это такое. И мы думаем делать, соответственно, мобайл, какие-то доставки уже этого новостного контента через собственное или мобильное приложение, через Twitter Bot, через Telegram Bot, возможно. Возможно, что… Причем тут всем краудсорсинг. Значит, возможные краудсорсинговые задачи это вот обучение этих моделей. То, что сейчас мы делаем, на самом деле, там вручную. То есть мы уточняем геопривязку этих новостей, исправляем класс, как они выданы в автоматическом алгоритме. Почему? Потому что чем больше у нас обучающая выборка, чем точнее она, тем лучше работает модель. Собственно, законы, вот, машин-леунинг. Вот. Также формирование событийных твитов с хэштегами, которые мы могли бы подключать к картам кризисных ситуаций. И, возможно, вот тот самый Bot для Telegram, который я раздумывал даже сделать темой хакатона. Все, вот я, в принципе, проект, он сейчас выложен, но публичный анонсируется, проект довольно сырой, поэтому я его, как бы так, распространяю среди вот круга близких людей. Называется crisismap.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова